И доброго времени суток дорогие друзья, у нас пошел уже третий месяц нашему с вами бесплатному ассасину, а значит что правильно, пора обновить наших твеночков и выкачать их по новой. Давайте сегодня вот этим вот и займемся, я их прокачаю, мы с вами все это делаем, все что здесь можно, про то, чем мы посмотрим, удастся ли нам как-нибудь увеличить свой какой-либо буст на будущее. И естественно я буду создавать каких-то рандомных твеночков, это абсолютно пока для меня не важно, все такие серьезные коллекции, которые мне были нужны, я уже закрыл, поэтому просто на рандоме будем каких-нибудь ассасинов создавать и прочее, и смотреть насколько там они быстро прокачаются и насколько они будут вообще везучими чарами. Я пока начинаю процесс прокачки, мы с вами увидимся немножечко попозже, ну а я вам напоминаю, что ваши лайки очень важны, и также не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые, погнали! Старая добрая Lineage 2. Сколько беззаботных дней мы в ней провели, но сейчас мы выросли и на игры совсем не хватает времени. Не проблема, ведь есть Lineage 2 Essence. Тебя ждет обновленная графика и интерфейс. Автобой поможет тебе не отвлекаться от важных дел. Большое количество новых умений для всех классов. Сразись за боссов с другими игроками по всему миру и покажи, кто здесь самый достойный. Начни играть прямо сейчас по ссылке в описании и получи гарантированные бонусы для комфортного старта в Lineage 2 Essence. И благодаря искусству монтажа я уже выключил всех твеночков, все с них скинул. Сейчас мы их с вами удалим по-быстренькому. Не забывайте это делать, потому что чем быстрее вы их всех прокачаете и быстрее удалите, тем, естественно, вы сможете быстрее, точнее, быстрее пройдет месяц и вы сможете быстрее прокачать этих самых твинков. Как вы видите, вот такую вот кучу всего я налутал абсолютно бесплатно, все игровым путем. Об этом уже говорилось не раз, я надеюсь, что вы этим всем пользуетесь. Давайте начнем с камней. Попробуем посинтезировать их. Поехали с опала. Вроде бы на два все хорошо, все нормально синтезится. На мне, напоминаю, также есть опал первого левла, к сожалению, я второго левла или третьего, который мне был, закинул в коллекцию в свое время. И теперь даже не получилось сделать еще раз камень третьего левла. Будем продолжать дальше с кораллами. Они тоже очень быстро синтезятся. Все хрустит, к сожалению, ничего нового и такого примечательного пока для нас я здесь не замечаю. Можно закинуть оникс коллекцию второго левла. Этим я сразу и займусь. Пусть валяется в коллекции. Ему там будет лучше. К сожалению, третий левел также не получилось сделать. Повторяем всю ту же процедуру с цирконом. Циркон загружаем в коллекцию. Останется где-то найти только янтарь. К сожалению, за квест он не дается, поэтому придется его, скорее всего, покупать. Ну что, с этим закончили. Переходим к подвескам. Подвеска у меня до сих пор второго левла. Да, не получилось сделать третьего. Может быть, повезет сейчас. Ну и сейчас не повезло. Даже второго левла не получаем. Даже трая нет. Также я забрал все свитки, все расходники. Это тоже вещь важная. Не забывайте, с каждого твинка можно немножко свитков налутать, и это приятно. Итак, венец. Переходим к венцу. У нас есть небольшое количество, конечно, попыток, но почему бы нет. И один венец, кстати, заходит на четыре, а это замечательно. Ведь у меня тоже четвертый венец, а это значит, что его можно обменять на благой. И на самом деле это прекрасно. Это, конечно, не такой буст, как от пятого, но лучше, чем ничего. Все-таки трай дальше я не хочу. Слишком это рисковое мероприятие. А вот хотя бы лутонуть четвертый благой уже приятненько. Идем дальше. Дальше у нас здесь талики Адена. Это, наверное, не самое интересное, что может быть. Но у меня, кстати, до сих пор нет седьмого. Ну, просто я не задаюсь этой целью. Я говорил, что мне, если бы понадобилось, я бы ходил бы на Кибера почаще и лутал бы их там. У меня, кстати, были еще талики, которые также падали с Кибера, потому что я стою до сих пор под ГЦ. И вот вместе со всеми остальными нападающими талисманами я пытаюсь их заточить хотя бы на пять. Уж не говоря о какой-то более серьезной модификации. Возможно, надо было заняться коллекцией, запихать их туда. Но я решаю, что попробовать надо их подточить по максимуму. Хотя, как вы видите, можно было их закинуть в некоторые колы и в будущем эти самые колы закрыть. У меня шестой талий, как я уже и говорил. Давайте пробовать троить его на 6 шансом 30%. Он у нас хрустит, к сожалению. Идем дальше. Что у нас там по вкусному? Забираем следующий лот. Это талисманы Евы. Также талисманы у меня еще и были свои. Были припрятаны с какого-то времени, по-моему, с похода, если я не ошибаюсь, в сады. На мне сейчас шестой талисман, который я обменял благодаря черному купону. И вот один заходит на 4 всего вот этого количества. Также еще есть 2 нулевых. Давайте попробуем их подогнать на 4. Ну, естественно. Сразу на плюс 1 хрустят. Хрустят только так. Можно добавить в коллекцию, но как-то вот что-то не хочется. Поэтому давайте рискнем еще раз. Шансом 30% повторяем судьбу талисмана Адена. Бывает и такое, бывает и такое. Главное не расстраиваться. Властители теперь. Властители тоже вещь печальная, тоже вещь грустная. На мне сейчас 5-й властитель тоже благодаря ивентам, благодаря логин ивенту. Как вы видите, 2 вторых остается, которые сгорают на 3. На самом деле заточка идет максимально грустная, максимально печальная. Но ничего с этим не поделаешь. Вот такое вот тоже бывает. Талики скорости у нас идут дальше. На мне сейчас 4-й благой. Может быть удастся сделать плюс 5-й. Было бы прям замечательно. Третий, четвертый, кстати, затачивается. Пробуем точить его на 5. Заточим будет хорошо. 35% снова не наше. Ну, что я могу сказать? Слов становится все меньше, а матерных слов становится все больше. Далее идут агатионы Игнис. Будем пробовать их точить на 5. Я уже говорил до этого, что их надо попробовать засунуть в коллекцию. Но я что-то как-то вот сомневаюсь в этом. Они, кстати, все заходят на плюс 4. Это удивительно, что даже ничего не ломается. Есть даже 6-й у нас. Пробуем сразу на 7. И, к сожалению, он сгорает. Я слишком поверил в себя и недооценил рандом. Поэтому вот есть. Имеем, что имеем. К сожалению, Игнис также мимо. Свой мы не апнули. Забираем прочелую. Открываем прочелую. И будем пробовать ее также затачивать до плюс 5. Посмотрим. Возможно, вот здесь вот загрался наш тот самый буст, о котором мы мечтали прям с самого начала. Остается 1 плюс 5-й агатион. Давайте попробуем, снимем свой. У меня также плюс 5-й. Попробуем свой, с которым я уже длительное время нахожусь поточить. И опять 35% подкладывает нам 35%. Забираем сразу Игнис. И радость надо было сразу, конечно, все агатионы забирать. Не знаю, почему я решил точить их поочередно. Надо было сразу вот такой вот лесенкой их загрузить сюда. И посмотреть на результат. Также оба агатиона точим до плюс 5. Точнее, надеемся, что они заточатся до плюс 5. И получаем даже небольшое количество радости. Плюс еще и Петрама, который, естественно, шансом 35% ломается. Радость первая хрустит также. Вторая также хрустит. И третья. Радости опять 35%. Замечаете, да? Что вот какое-то проклятие этого ролика с шансом 35%. Но здесь уже, на самом деле, остаются такие итемы, на которые вообще надежды я никаких не полагаю. Потому что плач на мне сейчас 7-й. Пояс на мне сейчас 6-й. И как-то вот не особо верится, что мне настолько повезет, как некоторым моим зрителям, которые могут за пару итемов себе сделать сразу 9-й итем. Пятый плач готов. Давайте смотреть, куда его можно закинуть в коллекцию. Каких-то интересующих меня коллекций, к сожалению, нет. Поэтому я принимаю решение его ломать шансом 40%. И остается у нас только пояс. Все остальное мы уже с вами попереломали и получили только венец. Давайте закидываем 5 поясов. Попробуем их заточить. И 2 вторых. 1 третий. И даже на 4 ни один не заходит. И у меня были еще какие-то рандомные шкатулочки с камушками. Эти камушки я еще получал, не помню, по какому-то ивенту. Может быть это с боевого пропуска было. Вот это вот, который маленький ежемесячный. Я точно говоря не помню. В любом случае, давайте подводить итоги. За вот этот вот месяц и прокачку твинов я смог апнуть только венец. И то не сильно апнуть, потому что мы его сделали четвертым благим. А вы сами понимаете, что это хоть и небольшая, но все-таки прибавка. Возможно, мне хочется просто верить в лучшее и не сильно расстраиваться по этому поводу. Я надеюсь, что у вас заточка прошла намного более интересно. И я надеюсь, что вы все-таки занимаетесь твинками, потому что твинки это коллекция. Твинки это вообще вещь замечательная. Я продолжаю это делать и на основе, потому что некоторые пушки, которые нужны в коллекцию, например, плюс шестые, очень легко добывать с твинов, затачивать их и спокойно обновлять и добавлять в свою коллекцию. Поэтому не пренебрегайте этим, я вам буду все равно в будущем об этом очень часто напоминать. Ну а на этом все. Я надеюсь, ролик вам понравился. Вы не забыли поставить пальчик вверх, подписались на канал. Помните про телеграм, про реферальные ссылочки с бонусами для новичков под этим видео. А теперь давайте разыграем 5 промокодов по 800 или монет, результатом одного из предыдущих роликов. Погнали смотреть, кто победил. И шпингричим ссылку на предыдущий ролик. Синтез куклы Уорка в Ленэш 2С на 94 лайка, 104 комментария. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, от души. Загружаем данные, выбираем победителя. Первый у нас Екатерина Ли, забираю свитки за эссенции и в такие игры с рандом я не играю. На самом деле это тоже правильно, потому что все-таки лучше купить что-то готовое или получить что-то готовое. Но все-таки эссенс это такая игра, в которой придется играть с рандомом, хочется того или нет. Поздравляю, первый код твой, второй победитель у нас. Коберт 4477, но тут почти повезло. Да, действительно, оно с одной стороны повезло, с другой стороны не повезло. Вот как бы плюс на минус дает ноль. Второй код твой, поздравляю. Третий победитель. Дима Федоренко. Ивент, ну не буду этого зачитывать. Полная ВВТД на необоснованной высокая цена синтеза. Опять же, ивент не для работяг. Так, на самом деле, если вы считаете, что ивент дорогой, то я надеюсь, вы успели в этот ивент закупиться коробками, потому что коробки просели в цене действительно, я думаю, на всех серверах. Поэтому, с одной стороны, возможно, это плохо, что не дают нормально посинтезировать. С другой стороны, можно хотя бы пару тысячников себе успеть забрать за это время, если фарм у вас пока совсем только вот начинающий. Третий код твой, поздравляю. Четвертый победитель у нас. Ярослав Белый. Снова херня и не ивент, но хоть Адена подорожала. Вот, вот это правильно. Вот вроде ивент херня, но с другой стороны Адена подорожала. Опять же, плюс на минус равно ноль, но все равно здорово. Четвертый код твой, поздравляю. И пятый победитель у нас Олега Мельченко. Мне это очень бесплатный ивент, я в таки не участвую. Там обычно в минусе сильно будешь. Но у нас какой ивент? Бесплатный ивент, такая бесплатная игра, да, можно сказать. Поздравляю, пятый код твой. есть под этим видео также не забывайте прикреплять скриншот своего youtube аккаунта что я познал что это действительно вы а если вдруг не повезло то не расстраивайтесь прямо сейчас пишите комментарий от четырех слов и возможно в следующий раз вам повезет и вы заберете заветный приз на этом я на сегодня все с вами был душа молодой я желаю всем хорошего доброго светлого нефильтрованного или темного кто как пожелает удачи вам и самое главное не болейте